и короче я беру такой слазок бэм ту хит все есть ту вон все есть кучу закинулся его он такой берет 4 плюс плюс откидывает я такой чё парочку провалил я такой дома кидаю там такие 73 там что-то выкидывает дамаги куча дамага а он не прикинь 5 плюс плюс такой типа бам-бам-бам откид я такой да что за хрень какие ваши эти дисгайсингерезаленцы мерзкий как с этим вообще играть не понимаю ты можешь нормальном языке говорить нет он прав потому что если мы тоже самое скажем не знаю там непробиваемый спас бросок был отброшен от попадания ласкэнона мало чего изменится для тех кто пишет комментарии у нас под видео вы можете говорить нормальном языке нет ответ всегда вкратце нет дело в том что любая сфера знаний подразумевает какие-то термины они нужны для того чтобы люди понимали о чем речь чтобы не говорить все время но как я всегда сравниваю почему-то с автомобилями но мне кажется это более менее для всех понятно то есть например я не знаю возьмем карбюратор ну кто уже родился конечно там после нулевых скажем карбюратор вряд ли вспомнит но все остальные кто хоть раз тому же гуляет открывал капот типа чё это открою такой это карбюратор и можно описательно типа это устройство для создания воздушно-бензиновой смеси да но естественно сложно так всегда говорит нормальной речи поэтому карбюратор все всем все понятно что это такое вопросов не возникает и как бы нельзя чеку а ты чё ты говоришь карбюратор говори нормально по-русски карбюратор причем я скажу так если если обобщая это если бы например получилось так что в какой-то вот так среде сложилось что карбюратор называли вот эта хрень и всем было бы понятно что вот эта хрень это карбюратор а что такое карбюратор все знают применить применение фразы эта хрень тыкая пальцем тоже бы имела смысл потому что это как бы общепризнанное понятие бы стало ну да в данном случае просто обобщая ну как есть турбина все зовут ее улиткой да ты говоришь типа улитка под капотом человек со стороны не поймет но буквально там типа один раз ему показать рассказать что это собственно турбинка она почему улитка она вот такая вот все вопросов не возникает тоже не знаю как взять например тяга панара вот как ее назвать по другому если что кто видел ну кто не знает что это такое потому что это уже устаревшая конструкция подвески у Нивы если сзади посмотреть идет мост задний и такая кривая балка идет это типа тяга панара которая за ось удерживает от горизонтальных перемещений грубо говоря вот и тоже никак не назовешь тяга панара по-другому существуют термины обозначающие что-то конкретное то же самое бархами есть вещи которые в реальном мире по сути не существует тогда что у нас какой не знаю там типа стойкость есть да это общепринятые русский перевод но он как бы сложившийся потому что опять же есть термины а есть сложившийся язык комьюнити когда что-то приходит в него как-то возможно видоизменяется но остается и все кто находится в этом сообществе понимают о чем речь то есть можно сказать таф нас тафна стойкость стойкость но и кстати и стойкость скорее всего скорее всего все поймут все равно но именно как бы скорость отклика вашего вот видели насколько я зависть чтобы типа сказать стойкость потому что я вспоминал что это стафна все оно срывается с уст и никто все поймут при этом если вы новичок и не понимаете про какой параметр мы про что мы говорим вам без разницы эти три слова будет одинаковой информативности так что что стафна что стойкость без разницы и как бы я понимаю что большинство этих комментариев они как бы ну там на русском давайте там с переводом но дело в том что вот есть какие-то устоявшиеся переводы да а есть как бы остальную остальная часть перевода которая плавает от редакции к редакции нет системы в переводах сейчас одни перевод переводят до этого другие переводили тебя был глубинный удар глубинное поражение что из этого можно использовать и deep strike понятие да вот на английский у нас английская игра английские правила английский английский оригинал естественно в русском языке его ну так адаптирует для себя типа дипнутся да говорят понятно откуда deep strike дипнутся типа ты ип страйка вышел на стол тут можно даже начать с того что есть у нас во первых есть пласт как бы скажем в принципе есть пласт англицизмов в любом случае он здесь есть почему потому что правила английский может там ну не будем на самом углубляться почему-то типа русский перевод у нас там не используется в большинстве своем просто будем считать что вот ну оригинальные правила не на английском и поэтому уже надо принять то что количество англицизма будет зашкаливать причем иногда даже не искаженных прямо оригинальных просто потому что их проще произнести собственно почему на самом деле существует все эти определения потому что тебе что-то легче произносить и человеку легче воспринимать элементарный пример например когда вы будете говорить противнику там например ты попал ты будешь говорить в реально ты попал ты не будешь говорить ты прокинул бросок тухит ну никто так не говорит все будет попал пробил там все за ним все понятно но например когда будут спрашивать какую-нибудь другую формулировку например там там какой бросок и там типа и если так спросили ты скажешь там два плюс тухит вот ты не скажешь два плюс на попасть просто потому что это дольше и это удобнее тебе произносить и твой оппонент опять же поймет то есть у вас как бы уже в речи здесь будут перемешка английского и русского причем иногда одно и то же определение это как бы вообще в порядке вещей в данном конкретном случае почему тухит потому что везде написано тухи 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 на всех правил да и ты ну как бы кто читает в оригинале правила они в основном в оригинале даже если типа вы не очень понимаете но кодекс выходит сначала на английском и на русском неизвестно когда и грубо говоря либо ты понимать что там английском написано либо ты там полгода там не сколько ждешь пока период это это сейчас раньше такого не было раньше как бы ну там когда я приходил были перепечатки черно-белые на русском да да потом чё ты иногда что-то выходило просто я помню в первом ролике был есть на русском у меня был кодекс ксм на русском и на английском одновременно ну по-моему первые кодексы это который кодексы и рульбуки которые именно официально выходили на русском это шестерка причем по-моему только это только рульбук вот нет кодекс меня хосеемский а да кстати был да да был был тоже да ну вот а он был официальным да он прям такой был у меня правила были пятерки у меня прям большой книжка на русском я причем удивился когда я такой тип это у меня никогда не был русский с правил такой заставил свою старую книгу на русском как так получилось ну кстати да интересно как она выходила но то есть все равно эти русские правила выходили нестабильно самое главное что до сих пор они нестабильные в третьих в них всегда есть что из редакции в редакцию что даже вот час у нас там выходят эти русские переводы поэтому постоянно засирали у них из книжки в книжки некоторые моменты меняются то есть типа единообразие там никакого нету и вам просто сложно ориентироваться будет чисто только на эти правила плюс возвращаясь тому что у нас есть англицизмы присутствуют у нас есть искаженные англицизмы которые превратились вот то что денис как раз до этого упомянул например тофна большинство людей говорят тофна не говорят тофна почему потому что просто вот такое сложилось вот так и типа это удобно говорить не тофна вообще мало кто говорит на самом деле как что-то на английском потому что ну грубо говоря мы говорим все на русском английский язык он такой более мягкий и и ты по-хорошему должен переключать свой рот типа ну уже произведение английского там вот эти все звуки короче поэтому кстати и когда я сижу чуть на камеру рассказываю я скорее приколюсь типа типа там не знаю контиженсов на рахле чем будут переключаться каждый раз говоря русскую фразу в термин меня на английское произношение это очень странно поэтому естественно русский язык ну так как в природе вообще все к простому стремится да просто упрощает то что в английском и делает зато вот англицизм это это естественное движение и комьюнити я ну не кто-то один придумывает дай все подхватывать как тут сразу все там что-то туда-сюда и все уже все комьюнити так и говорит при этом как и в любой сфере не нужно что-то пытаться заучить какие-то же организмы да там какой-то себе дикшнери выписать типа что по нему смотреть как перевести просто вот ну я тоже в машинах не понимал ничего я как бы стал смотреть какие-то ролики поначалу тоже что к чему ничего не понятно но половину терминов ты точно подхватываешь исходя из того о чем говорят да хотя бы потому что ваха это подразумевает собой если вы в нее играете вы играете с каким-то оппонентом и если ваш оппонент применяет какое-то непонятное этого слова вы опять же можете просто тупо у него спросить в большинстве ситуации на самом деле вам даже спрашивать не надо вы прекрасно понимаете условно если там какой-то стоит предатор этот танк такой вот он стоит стреляет у него лазерные пушки по всему типа корпусу и он говорит я стреляю с лазок туда ты и ты даже не знаю что это там как-то называется от ружья ты понимаешь а вот это лазки то есть там ну особо умным быть не надо чтобы сложить два и два то есть вам даже и спрашивать а если не поняли вы скорее всего спросите противника потому что типа чего он тебе объяснить чего и все скорее всего быстро и запомнить его это естественно в речь войдет как-то новичок ты лучше запоминаешь то есть там уже когда ты долго играл например появляется какая-то новая фигурка какое оружие там у нее там фосфорик там барбариан номер четыре вообще не запоминает да просто что это похоже в голове такая-то какая-то нам плазма типа окей а вначале ты учет четенько впитываешь все эти термины и быстро запоминаешь что что и как бы почему важно именно говорить на языке которым горит комьюнити чтобы опять же у вас не было расхождений когда ко мне люди приходят начинают спрашивать меня с терминами которые они считают правильными но я не знаю откуда они их взяли я говорю а что это то есть мне сейчас сложно что-то такое вспомнить например там ладно человек не знает что именно фаза является до что ходом он мне говорит одно я мне приходится уточнять что именно он имеет ввиду потому что я вижу из контекста что он имеет ввиду не фазу а что-то другое и мой ответ будет зависеть от того что он говорит если бы он сразу сказал правильно на той терминологии на который мы говорим все ответ был дан сразу тогда как человек пришел что-то спрашивает да я понимаю что новички в терминах могут плавать что они еще не видят разницу там между ходом например и как это полный то у нас сейчас называется тёрн 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 а это оба и батл раунд батл раунд вот я же видите я тоже плаваю в новых обозначениях хотя у нас вторую редакцию уже батл раунд ну да но как бы хилл сказал я сразу понял о чем он да соответственно это тем не менее важно чтобы например человек говорит название юнита на русском как из как взятый из кодекса типа переведен официально я его ни разу не слышал я не знаю о чем речь идет и все комьюнити в принципе да где-то могут быть локальные какие-то вещи как у которых получается свой язык он вообще отделен от комьюнити и такие люди если они приедут на какой-то турнир общий сразу поймут что они как бы несколько другом языке говорят при этом с буквально там проходит один тур и все уже они подхватили как остальное комьюнити говорит и когда ты входишь в какую-то вот такую сферу да где есть какие свои термины есть свой жаргон понятно что очень сложно ощущать себя типа дебилом что ты ничего не понимаешь вот они как-то странно разговаривают какие-то такие элитные чуваки типа там у них свой язык значит а я тут вроде мне уже там 30 лет а я тут сейчас сам собственно должен чувствовать но тем не менее это не так как бы буквально какое-то время чуть-чуть проходит даже не нужно усилия какие-то прикладывать что бы это понять просто именно итерации сходил на турнир бук уже въехала видосики смотри через какое-то время ты должен начать понимать ну то есть вот идет обзор у нас кодекса да люди о чем-то рассказывают одни и те же слова в целом повторяя в какой-то момент ты из контекста если у тебя конечно кодекс перед тобой лежит и те говорят меме 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 ты такой дожди о чем они а вот об этом следующий раз опять меме меме а так ага они только что об этом говорили это вот это точно с третьего раза ты уже уверен из контекста что вот это и то что ты понял собственно я многие слова правда не то что все прям понимал правильно но в целом жизни мы так все учились да ну да ты например новое слово слышишь ты либо спрашиваешь у родителей либо к родителям нет ты такой ну наверное это означает вот сгута перча у меня не получилось я думал всегда это такой типа яркий странный а это оказывается какой-то там типа гибкий гибкий да вот но тем не менее из контекста ты чё ты понимаешь там я журналы игровые читал час какой-то термин вылезает такой что вот твою мать но вроде из текста более-менее понятно потом у них особенно есть читал страну игр и они специально применяли короче один автор чем слово использует а вторые начинают подхватывать и из номера в номер это как бы следует ты в какой-то момент уже все абсолютно нормально себя чувствуешь в этом плане ну да поэтому слот big deal как говорят англичане чтобы там как-то расстраиваться по поводу того что есть какие-то термины какие-то же организмы которые в данный момент начале вам непонятно проблема в том что нет таких слов таких терминов которые будут понятны сразу если вы не знаете о чем речь то есть вы пришли новый кодекс новые юниты причем тут надо еще упомянуть что есть еще поверх это вот самый наверное распространенный момент который люди не понимают и некоторые кто там вот пришли на прячь там русский кодекс тому не прочитал человек приходит и такой типа чего вы не черте за чушь какую-то не понимаем не понимаю и но обычно типа как бы более агрессивной манере это именно присутствие вот этих вот не просто англицизма там искаженных англицизмов а именно присутствие каких-то как это сказать ну вот именно жарганизмов короче даже организмов там яркий пример например фнп приведем пример в чем суть фнп типа в правилах в восьмой редакции условно как бы не существует почему то есть как бы например или deep strike но сейчас поговорим про фнп просто откуда возникло это определение испокон веков ну то есть типа начиная с старых редакций было такое универсальное правило фнп оно обозначало игнорирование по сути ран теперь сил но у пей вот то есть тебе пришло рано ты кинул соответствующий бросок который описан в правиле и ты прокинула то есть ну стандартно это был 5 плюс иногда бывали другие значения но как бы в большинстве ситуации это было 5 плюс но с приходом восьмерки появилась такая ситуация что вот эти вот общие правила они исчезли из игры в большинстве своем и стали уникальными правилами находящиеся вот дата листах модели но в чем здесь прикол почему никто не использует эти вот правила как бы название этих правил из листов модели а используют например тот же фнп потому что аналогов этого фнп присутствует много он не только есть у плагмаринов он есть и у других там фракций в разных видах но просто как бы почему нет просто смысла этого делать например представьте себе вы играли бы и вот например играете с плагмаринами он тебе говорит у меня дисгастинг или сальминс а играете с каким-нибудь марами уме ты говоришь что у тебя апотекарий раздает там что-то то там у него на на рце сумму что-то там и он вот раздает свое свое правило и таких правил по всем кодексам почти что практически раскидно там утауэт какие там эфирные раздает там это как у них там типа стойкость камня там никто никогда не говорит почему не говорит потому что это все одно и то же это просто художественное название одинакового абсолютно правила правило игнорирование раны и смысла пытаться его называть по-разному никакого смысла нет потому что это будет только путаница создавать и долго фнп это еще и легкая формулировка три слова три буквы всего в этом не ошибетесь и когда ты говоришь фнп любой игрок сразу понимает ага это игнорирование ран теперь просто сейчас чаще стало происходить то что спрашивает а какой фнп подразумевая что какой у тебя бросок применяется и собственно так сейчас с многими правилами тот же например deep strike вы могли много раз слышит там в роли как мы говорим там deep strike то deep strike все такого правила как deep strike тоже фактически сейчас не существует в кодексе в кодексах но любой человек играющий в аху понимает что deep strike это определенное правило позволяющие тебе как-то хитро выйти на стол из резервов то есть убрать ее от резервы и выйти вот как-то им там где-то в центре стола там на определенный момент игры и все эти вот правила за исключением редких редких каких-то моментов работают абсолютно одинаково у них абсолютно одинаковый вот прямо warding один в один то есть например возьмем каких-нибудь терминаторов падающих из там телепортариума возьмем каких нибудь варigen талонов выходящих из варпа которых там написано у них все это разные правило или сионных правил падающих на гравишутом это в названии все три абсолютно разные правила но Ну, как бы названия у них абсолютно разные, но по вордингу это одно и то же абсолютно правило. И просто вы создаете за счет этого удобство и себе, и оппоненту, потому что ваш оппонент может не знать часть правил ваших. Скорее всего, он знает плохо. В идеальном мире все знали бы друг друга правила, но мы живем в том мире, когда люди своих собственных кодекса не знают. И чтобы вашему оппоненту было понятнее, что происходит, вы поэтому и применяете такие правила. Ну, ты можешь типа рассказать, я буду выходить из резервов, дали 9 дюймов от тебя. А можешь бы сказать, дипстрайк? Да. И еще вопросы сразу? Просто я, и чтобы вы понимали, бывают моменты, когда вы можете сказать, ну типа, а я вот хочу так, ну окей. Чтобы вы понимали, в девятке, в восьмерке, точнее, ладно, вру, в восьмерке я встречал людей, которые начинали душнить просто на фоне того, что вот я сказал типа дипстрайк. Я сказал дипстрайк, а мне говорят такие, а нет такого правила дипстрайка, а как это? А что это? И я причем прекрасно знаю, этот человек знает, как работает дипстрайк. Он прекрасно, он играет не первую редакцию, он знает, как работает, но вот просто захотелось ему задушнить. И любой человек в такой ситуации, если вы будете так поступать, будет вас считать не как каким-то, ничего себе ты начитанный, ты знаешь, что правила дипстрайк нет. Он будет говорить, ни хрена себе ты душный просто. Он тебе просто скажет, хватит меня душить и все. Ну потому что это просто удобство. Все на самом деле присутствие вот этого всего в игре у нас. Это просто удобство, это не прихоть кого-то, это не какие-то издевки там над языком или еще что-то, неуважение к русскому языку. Тоже я такое встречал, почему вы типа используете эти правила. Нет, это просто удобство. Да, вы можете пытаться как-то это вот использовать без этих правил играть точнее в игру. Ну точнее как не правил, а общих вот этих вот принятых фразеологизмов каких-то. Но это будет жопа. Единственный смысл, когда это не имеет смысла делать, когда вы, например, пытаетесь про Ваху рассказать человеку, который в ней не понимает. Потому что, если, например, мы с Денисом будем сидеть и между собой, например, там говорить что-нибудь про Ваху и в том числе даже не про Ваху, но используя термин оттуда, потому что у вас иногда просачивается, бывает такое. То есть, например, ФНП зачастую мы в своей речи можем применить неприменимо к Вахе. Ну потому что, знаешь, проигнорирование какого-то типа урона. Вот. И, например, я скажу Денису там ФНП в какой-то обычной речи, и Денис сразу поймет, о чем я сказал. Это удобно даже применять это. Но, например, если будем разговаривать, я, Денис, там и жена Дениса, и я скажу такой ФНП, и Денис меня поймет, а жена Денис такая, Денис, у тебя друг дебилка. Какими же непонятными словами общается в такой ситуации, конечно, да, нет смысла использовать эти, и стоит как бы нормально объяснить, о чем вы вообще говорите. Ну и когда мы общаемся на этом языке, мы делаем это неосознанно. Это уже, само собой, это вторая кожа. То есть, чтобы сказать какой-то термин, типа там непробиваемый спас-бросок, это нужно сделать над собой усилие. Естественно, там, когда, например, вот, типа много претензий именно по обзору правил, когда ты обозреваешь правила, у тебя максимум мозга, там, твоих вычислительных способностей, средоточено именно на том, чтобы сказать правило, правильное, как оно работает, типа объяснить, как его можно использовать, нежели ты пытаешься, типа, на терминах, которые более-менее еще устоялись, вот, то есть, непробиваемый спас-бросок, он был как раз вот где-то там, вот, в правилах пятой редакции написан в книжке. Вроде с этих времен сохранился и как-то в комьюнити вот его используют. Но тоже, по-моему, не у всего это есть. По-русски многие правила вообще очень странно звучат, там, спас-бросок за укрытие какой-нибудь, там, просто ковер, а и спас-бросок за укрытие. Ну, и даже просто элементарно, в некоторые правила в английском легко различимы, в русском уже сложнее, потому что, например, ну, и выглядит очень странно, то есть, например, с ивами, да, есть в английском armor safe, есть у тебя invulnerable safe, все, у тебя два, и ты их, как бы, даже и в написании, и в произнесении, ты их никогда не перепутаешь, и они, в принципе, похожи, только второе длинное слово, единственное, ну, такое себе, ну, какое есть. Да, в русском языке у тебя есть, как это, я даже, как это сейчас называется? Не знаю, я... Бросок за броню? Да, да. Вот как... Броневой спас-бросок. Броневой спас-бросок. Или просто, по-моему, если я правильно помню, просто называется спас-бросок сейчас. Точнее, даже спас-бросок тоже сейчас не называется, кстати. Спас-бросок это старое определение, старого рульбука. Сейчас-то, по-моему, в русской версии называется... Я в шоке, что ты даже предположил, что ты знаешь. Я даже не знаю. Но, например, простой пример, вот этот invulnerable safe, который мы все называем просто invulnerable, в русской версии называется непробиваемым спас-броском. И он уже... Вот это просто минус. Видите, это второе какое-то образование слов. Это уже произносить неудобно. In-wul, который маленький, или непробиваемый спас-бросок. Нахрена вам это надо? Непонятно вот это пытаться. Причем, тоже, вы должны понимать, это, опять же, как Денис говорил, это не от какого-то желания, типа, элитарности у нас, типа, свой язык. Нет, это просто удобство. И простой здесь момент. Если вы не понимаете вот этих вот определений, скорее всего, вам это сейчас и не надо. Если вы, вот, смотрите обзор и не понимаете, что там, значит, что за invulnerable, что за это, что вообще они говорят, типа, какие-то марморы, какая-то фна, скорее всего, вам не нужно сейчас знать эти определения. Ну, точнее, вы их не знаете, потому что вы не сталкивались с ними. Также, если вы вот, даже, вы начали вот собирать какую-то фракцию, но еще не играли и смотрите обзор, пытаетесь понять, что он там собирает. Да, вы не будете понимать там invulnerable, там что-то, что и прочие всякие определения. Но при этом из обзора вы будете понимать, например, такие моменты, как то, что там вам все равно мы будем говорить, например, этот юнит хороший, этот юнит плохой. Да, вы можете что-то, какие-то правила их не понимать, но вы не должны все понимать сразу. Ваха очень комплексная игра, в ней дохренища правил, и то, что вы сходу, просто зайдя только в систему, что-то не понимаете, ничего в этом нет. Поиграйте там пару игр, вы уже, скорее всего, поймете. И если вы, когда вы как раз будете понимать, что значит invul, laska, там и все вот это такое, тогда, уже смотря обзор, вы будете понимать, что это значит, но при этом и вы будете в целом в правилах лучше разбираться. Вам, как бы, вас от понимания вот этого значения, например, invul, ну, точнее, что мы говорим про это правило, в первую очередь отделяет не незнание сленга, а то, что вы, в принципе, скорее всего, не очень понимаете, как там работают те или иные правила. То есть, мы можем там вам, типа, разъяснять каждый раз, там, типа, ну, не мы, а вообще другие люди могут вам каждый раз объяснять, но, скорее всего, вы просто не будете понимать, ну, или частично не будете понимать, как работает механика. Когда вы понимаете, как, в принципе, работает механика, вам уже гораздо легче становится. Вот. Ну, и чтобы вы это понимали, опять же, проиллюстрирую, что не сидят хитрые какие-то любители Вархаммера, которые выдумывают свой язык какой-то. Мой любимый пример из той же автотемы. Есть в устройстве двигатели внутреннего сгорания такое, такое что? Такая деталь, коленчатый вал. Вал, никто его, сука, так не называет. Он только, может быть, там, в литературе. Коленчатый вал. Даже, как бы, его так называют коленвал, что уже сокращение, да? Потому что это че, ну, просто ты проглатываешь его. Но люди, которые постоянно в теме, у меня там механики всякие, они просто коленом его зовут. Даже вот вал, ну, просто других колен нет в двигателе, понятно какое. Все. Поэтому это везде так. Я думаю, что если вы на свою сферу, в которой вы там хорошо понимаете, что происходит, то же самое у вас. Если вы оглянетесь, абсолютно те же самые принципы работают. Я там, карты магиров, то же самое. Я там, в колду фигачился, вот тоже колда. Full of Duty, колда. Да, везде, типа, в компьютерных играх это есть, в какой-нибудь электронике это есть, там, в бухгалтерии это есть. Это везде, везде это есть. Раш на Б. Да, и самое смешное, то, что на самом деле не стоит этого там бояться, потому что у вас всегда есть простой способ, как бы, избежать этого непонимания. Если вы что-то не поняли, спросите. Причем это работает везде. Играете вы партию с оппонентом, он говорит какое-то правило, и вы не понимаете, что он сказал, спросите его. У вас есть рот, у него есть тоже рот, у вас уши, там, вы можете говорить и слушать друг друга. Если вы на ютубе смотрите что-то, да тоже напишите комментарий просто, а что это значит? Не писать комментарий, типа, из разряда, вот это вы кони вообще на каком-то непонятном языке говорите. А просто, ну, типа, я не понял, что это значит. Элементарно даже просто люди, которые смотрят этот же ролик, скорее всего, в комментариях там же и ответят сразу же вам. Потому что там есть люди, которые, типа, понимают, что это значит. И учиться это элементарно просто. И самое главное, это не учиться. В том-то и дело, это не как уроки, вот, да, сел там в школе и, типа, давай, завучиваешь что-то. Нет, ты когда это начинаешь применять и вот сталкиваться с этим, у тебя просто автоматически это в голову влезает и все. Тебе не приходится сидеть, такой, так, сегодня мы берем такой, берем листок и такой, учим, значит, правила, и такой, так, FNP, это то-то, то-то. Нет, такое делать не надо, ты просто вот столкнешься пару раз, все запомнил. Опять же, тем более, если ты с этим не сталкиваешься, но при этом как бы пытаешься что-то заучить, скорее всего, тебе будет сложнее. Элементарный простой пример. Когда вы, например, просто сидите, учите английский язык, это одно. Но если вы находитесь в англоговорящей стране, где все говорят на английском, это немножко другое для вас будет, при том, что вы тоже учите все-таки язык. Ну, это очень было заметно, когда мы поехали в Сербию, там все говорят на английском, там куча разных сборных, но сейчас английский стал интернациональным языком, заменив французский, подвинув его, да. И как бы ты, не то чтобы мы вообще здесь на английском говорим, мы там в игрушки играли, фильмы смотрели, может какой-нибудь комикс там читаем на английском, это максимум. И ты приезжаешь туда, у тебя вот там, I'm trailing by the river, the capital of the great britain, хуй забьете туда, вот это вот все. Но буквально прошло пару туров, все, ты уже видишь термины те же самые в целом, ты только в формулировке, типа, да, там, типа, они говорят там, у нас два плюс, у них это плюс. Да, но это вообще элементарно, понятно. Если человек, вот серьезно, сейчас... Я вместо character стал character говорить после сербии, вот что. Потому что правильно и так. Ну да, и чтобы вы понимали, вот да, вот есть момент, который есть, различия, типа, у нас говорят два плюс, а у них плюс, если вы не можете понять разницу между плюс, ну, типа, если, точнее, вы находите разницу между плюс и плюс, у меня к вам серьезные вопросы вообще. То есть, возможно, вам не стоит в Warhammer играть, но, типа, это абсолютно, типа, вот, интуитивно понятные вещи. Вам даже не надо знать английского языка, чтобы понять, что это значит. Тоже, ну, да ладно, цифры тоже большинство английские понимают. Типа, мы говорим два, а не ту тебе скажут. Ты все это поймешь. Там, понятное дело, ладно, будет сталкиваться с тем, что, если мы говорим про иностранцев, ну, это уже слегка другая тема, то, что, да, там будешь ты сталкиваться с тем, что английский язык во всех странах по-разному, все говорят, акценты и прочее, и иногда тебе будет тяжело. Особенно, кстати, именно в англоговорящих странах, типа, там, а-ля какие-нибудь, если вы играли с англичанами, не знаю, там, ирландцами, это жопа. Потому что, конечно, у них английский специфичный, и ты такой, типа, а-а-а, вот, а они тебе, там, would you like to cup of water? Вот это вот. А просто тонально сменяется, уль-у-у-у-у-у, да, окей. Хотя тоже, там, а вот, например, с американцами, просто, у них, ну, для нашего, по крайней мере, уха, очень понятный английский. Ну, там, или, а как раз с иностранцами, у которых английский не родной, зачастую тоже просто, хотя бывает тоже сложно, там, типа, с азиатами. Ну, короче, это тема для отдельного ролика. Суть в том, что, да, ты просто, находясь в среде, в которой применяется, применяется вообще что-то, ты быстро к этому адаптируешься. Так уж человек устроен. Да, есть тут какие-то отдельные моменты, то, что, например, возраст здесь, например, играет роль, как и с языками. То есть, например, в 5, ну, ладно, в 5, там, в 10 лет тебе проще усваивать, чем в 40. Это, как бы, ну, очевидно, это не с этим нельзя спорить. Но, с другой стороны, правила Вахи не английский язык, как бы, и вообще не иностранный язык. Они просты достаточно, по сравнению. Это не такая комплексная вещь, как, там, язык. Это гораздо легче. И понимать их реально, ну, вот, даже будь у нас тот, там, из подписчиков, там, кто не понимает правила, и которому, там, 60 лет, даже 80, и вот вдруг он захотел в Ваху играть, проблем у него не будет. Вот у него проблем не будет никаких разобраться с этими правилами. Потому что это все-таки относительно легко. Это не какая-то, там, тригонометрия невероятная. Ну, и нужно понимать, что возникает желание как-то это перебороть, подстроить под себя. Но комьюнити, скорее всего, вас переживет. Ну, то есть, скорее всего, я говорю на тот случай, если вы просто отвалитесь в какой-то момент, не смирившись с этим. Но проще всего, на самом деле, сразу сдаться, типа, все, я согласен, я ничего совершенно не смогу сделать, поэтому давай комьюнити меня учи тому, как вы говорите на Вахо языке. Как говорится, расслабься и получай удовольствие. И все, просто, типа, можно потратить кучу усилий, сопротивляясь вот этому, но в результате все равно потом говорит Таф-Наф, НП и все. Ну, да. Ну, невозможно это перебороть. И надо понимать, что язык – это не какая-то закостеневшая штука, да, которая, типа, написана вот так вот, да, там, по какому-то словарю. Это живой организм, который всегда подстраивается под ситуацию, под то, как идет. И даже о том сейчас, что мы говорим, вот, там, дипстрайки эти, возможно, через, там, сколько-то лет я про них забуду, потому что, там, например, большая часть комьюнити будет уже новая. Никогда дипстрайков этих не видевшая, она может какое-то другое слово сделать. Вы можете посмотреть, если вы в интернете находитесь достаточное количество времени, посмотрите, как жаргон меняется внутри. Там уж KGM никто не говорит вот это вот все. Автор жжет, пишу еще, это было когда? В начале нулевых или, там, в десятых, не знаю. Ну, короче, типа, был стоящий жаргон в нашем рукам, я не знаю, в общем, вообще, с интернета. Сейчас он совсем по-другому выглядит уже. И, как бы, нормально, язык живет, живет, и постоянно, как организм, который, вот, сложно как-то, типа, вставить и поставить. Мозг так работает. Простой пример, та же наша Ваха. У нас есть какие-то вещи, которые, там, отваливались, а есть, например, новые определения, вот, например, есть у нас дамаг. Тоже, ну, это, понятное дело, это кривое произносение, типа, damage. У нас не было такого раньше определения в игре. В принципе, не было такого определения в игре. Оно с восьмой редакции появилось. Появилась такая характеристика у оружия. Сразу же после этого взяли, ну, в ру, именно, в ру-сегменте, как бы, этот damage, и перевели его в простой, нашему языку, дамаг. Все, все понимают, что это такое. Вы, причем, кстати, тоже отдельный момент. Скажете damage, все поймут. Скажете, дамаг, все поймут. Можете говорить, да, тоже, возможно, поймут. И урон даже. Да, урон, все тоже, все понимают. То есть, это куча-куча такого. Но самое распространенное у нас, типа, дамаг. Какой дамаг? Такой. Ну, это, кстати, скорее, вот, пример простой из, такой же, как в компьютерных любых играх. Тоже, типа, часто берут вместо damage, все говорят, в русском комьюнити дамаг. Потому что проще. Это, как из всяких ммошек и прочего, пришло. Вот. Короче, не переживайте. Все будет хорошо. Вообще, все будете понимать. Чуть-чуть просто нужно времени побыкнуться. О! А дальше уже пойдет абсолютно по накатам. Здесь, конечно, вы останетесь в этой игре. Поэтому, покойненько, сидите, смотрите, накапливайте опыт. Все через опыт приходится. Да. Все приходится опытом. Поэтому берите себя, свои минчики и что? И учите новые слова. Но не учите, а впитывайте их. Ты лайк поставил. И подпишись. Субтитры сделал DimaTorzok